Возможность собрать робота и запрограммировать его на выполнение определенных действий появилась у Пинчан. При поддержке Брестского обл. исполкома Центр инновационного и технического творчества приобрел наборы Лего. Заинтересованных в моделировании и конструировании роботов приветствовали на презентации нового объединения по интересам. Купил конструктор, собрал робота, зачем нужен кружок? С таким вопросом ребята обратились к организаторам. Положительная сторона, что это общение, это такой принцип как соревнования и показывать себя в разных направлениях, это коммуникабельность, это работа с сильным педагогом, который сам заинтересован. Недостаточно тех знаний, которые ребята получают в школе. И как вот сегодня мы видим, действительно предприятия любые, начиная вот это, это идет автоматизация. Руководство Центра поставило задачу найти талантливых детей в новом направлении. В этом им будет помогать инженер-программист Павел Войтович, который уже три года обучает детей программированию. Я долго думал о том, как довести программирование в массы и сделать это наиболее понятным. И я был очень рад, что я нашел это в Лего Майншторм с ЕВ-3. То есть я рад, что мне не приходится ничего изобретать. Во-первых, это готовая платформа. Во-вторых, это популярная платформа. И в-третьих, у нее очень большое сообщество. Как работают шарниры, передаточные механизмы, как синхронизировать двигатели. Эти и другие моменты преподаватель будет разбирать с детьми, двигаясь от простого к сложному. Можно сказать, что приобретая навыки в макетировании и прототипировании, дети смогут проявить себя и понять на интуитивном уровне, как вообще сконструируются модели. И после этого уже можно приступать к программированию, когда мы можем составлять свои собственные программы, в том числе робот, который ездит по линии. Интерес к новому направлению в Центре технического творчества растет. Ведь для Пинска это новинка. На подобный кружок, но в Минске. Людмила Андробайло водит своего внука Олега. Он пришел довольно в раннем детстве. Ему родители покупали самые элементарные конструкторы. И на основе вот этих маленьких конструкторов он начинал что-то конструировать. Вот лего конструкторы были у него. Но уже позже родители отдали в секцию или кружок, как он сейчас называется, робототехники. Папа программист, как и Паша. И он знает, что за роботами будущее. Для пинчанок Ангелины и Дианы лучше подарок не кукла, а конструктор. Ну там всякие гайки, детали всякие. Гачные ключи даже есть. Я собираю разные штуки. Я могу стул собрать. Ангелина мне дает конструктор, и я из него делаю разные машинки. Руководство Центра надеется, что в скором времени работы можно будет представлять на областном и республиканском уровне. Результаты творческих поисков в конструировании и моделировании роботов в нашей стране можно продемонстрировать на конкурсе «Робофест». Сегодня изучается интерес пинчан к конструированию роботов. Формируются группы для занятий. Кружок на платной основе начнет свою работу в ближайшее время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова